Ремонтные работы на участке ведутся с начала июня. За это время проезд к гаражному кооперативу закрывают и открывают уже не в первый раз. Как они в первые дни начала работ перекопали, все это хозяйство так и стоит до сих пор, до сегодняшнего дня. И самосоздаёт очень большое неудобство для населения. В принципе, я считаю так, что им просто наплевать на остальных. Лишь бы они сами свои работы сделали, перегораживает организации, перегораживает гаражные кооперативы. Получилось так, что больше суток Иван Иванович не мог забрать свою машину и больше суток его ждала в деревне больная жена. Временный проезд оборудовали только сегодня днём. Пострадала и находящаяся рядом организация. Техника задела ведущие к ней провода. В офисе «Газпрома Теплоэнерго Вологда» нас заверили, что ущерб организации будет возмещен. Со всеми владельцами всех территорий, по которым проходит тепловая трасса, у нас полностью есть согласование. Всё это, естественно, с департаментом ЖКХ было согласовано. Есть получено разрешение на производство земляных работ, которые действуют по сегодняшний день. Поэтому я не совсем понимаю, что возникла такая проблема. Либо, видимо, председатели кооперативов не оповестили своих людей. На организацию временной дороги требуется не больше суток. Привлекаются здесь и газовики, и электрики. Необходимо найти все кабели, откопать их и только потом приступать к остальным работам. Без временных неудобств для находящихся рядом организации и гаражного кооператива проложить трубы невозможно. Завершить ремонтные работы планируют до 15 сентября.